вот а вот вопрос николай мне почему-то кажется на русском хедрости что ли ваш уровень и мы это одно и то же сколько я смотрел ваши ваши комментарии и всегда восхищался я все про удобрение получается кормить ладно что-то еще ниже написано вот что книги пишут что выгонять просто не надо что делать я умудрился не прочитать его вода тут же отдал пошла по рукам и тютю так я больше не видел хотя бы давайте так в общем если брать ой нет опять начался 1 да как бы сказать по хитрому почву конечно лучше выбирать не чернодил вот мы же как считаем где-то яблони груша груша родственники еще какие хоть приводят друг на друга а выросли в разных условиях отделились друг от друга и получилось там совершенно разная почва и совершенно разные пиологические условия и получается если мы сейчас учим сначала давайте будем яблони кормить как в уши не кормить вот абрикос не кормить а слива кормить вот и тут получается у каждого свой климат а это иначе что с этого же самого где проблема были в калужском саду в озере там в районе калуги да что надо теперь переезжать ко мне в Сибирь чтобы абрикосы иметь так что ли нет я всегда в таких случаях говорю каждый раз когда в каждой области должен идти серьезный испытатель не обязательно ученые если нашелся такой в ауле он мои эти самые сеянцы перенес под Селябинск вот получил огромные результаты невиданное и необыкновенное там оказалось привод подсходящий а под ноской где жирнючая глиняная почва что там надо а вот и начинается а вы берете удобрение там без удобрения проблем много давайте на этом остановимся Татьяна на яблони и груши были привиты черенки с тремя почками которые пошли в рост удалять ростки или все три по сетям ну тут без вопроса все три а потом уже деталь только не удаляйте ничего почему это уже другой вопрос можно ли поливать всех летний обрекоз травяной настой в гора стоит и цветочки засыхали травяной настой должен быть не просто травяной он должен быть такой настой чтобы уже там давно же трава перегнила и превратилась в раствор полностью перебродивший вот так тогда пожалуйста Снегарев начать заново это интереснее а в чем начать заново это вы проничали на который полностью леса перенес и загубил большую часть и о чем смотрите фильм сниму вам ссылку дам разрушение пусть саргасы давайте а если фильм этот самый пишите свои комментарии выйдет в ютубе не выйдет разрушение вот измила породникова на какой бы китайский скотчик поставили плодносить на счет на счет 5 не повезет 6 самое интересное чем позже косочки или семечки начинают плодносить тем здоровее дерево тем она больше и никаких приближений этих самых вот самые большие идиоты которые взяли технологию юга даже даже не юга России даже не Украины даже не Беларуси даже не Польши даже не Германии а ту самую где когда-то Египет или там допустим Италия где-то кто-то учился где-то кто-то чего-то а потом давай у нас это пропагандировать и получается так мы не дошли подойдем черешни вот она плодоносила они же рано плодоносит ну куда бедно июль мы же говорим про север вот они уже с мая месяца они уже черешни в среднеазиатских магазинах летят плоды мы про них не говорим у нас допустим каким-то чудом черешня для варок плоды это например июль ладно мы говорим июнь это самый ранний самый июль дальше полагается как только с нее плоды собрали начать переделку на то чтобы она дала как мы работаем плодовых веток для этого безжалостная обрезка ростовых веток вот теперь она покроется плодонами и в этой России когда начинается зима они или начинают цвести представляете сентябрь октябрь начинают цвести а потом умирают или даже еще не начали цвести но уже появились цветы но как эти цветы доживут до следующего до следующей весны они должны ведь начали резать их не в это не в мае не в июне как вот южные у которых впереди еще даже до декабря они успеют перестроить программу они даже засвести не успевают успевают вот они появились и сто процентов замерзает ну а этот совет он настолько распространен его эти же самые люди не подлое нет они просто дураки они не ведут что творят они переписывают одно и то же что надо теперь переделать с ростовых до цветочных переделать с ростовых до цветочных но даже если бы они возревали ну чёрт то вам плавносящий двух-трехлетний дерево ведь не зря человек спросил читайте на какой год будет прервать раньше на человека это интересует а я только скажу что на второй третий год возьми теперь в середине лета отрезай и пусть они дадут побеги но уже не править не ростовое а цветочное плодовое и все и прощай ведь это на полном серьезе нас учат причем все эти люди они уже я уже я уже уже раз мы закончим разговор скажу вот это последнее вот огромное количество публикаций только потому что еще недавно можно было заработать весь мир миллионы людей схватились за то чтобы это ставьте лайки читайте что я а сам не вырастил ни одного дерева я вам показывал одна фотография и та с интернет украдена чуть ли не скоборских островов нет это же надо вот так вот вред вред куда человек не скринется обрезка летние несколько лет мне прописал подряд несколько кто еще не знает и украдена и все которые спина защищает меня от нападок и вот получается что если так получилось вот то получилось что что уже уже казалось бы на международной конференции где я лично сидел и слушал развеси уши те которые сказали что практически все сады вишневые уничтожены нет не так погибли и ссылаются на эти бедные грибы они грибы и я тут же открываю летняя обрезка вишни сотни невозможно сочетать публикации летом резать ведь они как раз то не успевают перестроиться и когда наступают морозы а они не они все гибли а потом на них нападают доедают уже мертвичину наука этого не поняла вы представляете друзья наука этого не поняла что грибы нету где братьев шабах патогенных грибов на абрикосах на сливах может где то есть кто-то где то видел каких-нибудь абрикосах их нет не существует вот их нет на яблонях на грушах на сливах на персиках нету оставьте дерево покой вот на этом мы и закончим друзья значит что делать надо заказать семена сейчас такое бывает мне тут товарищ тысячи семян заказал я немножко в шоке еще всех по десятку посмотреть сколько нужно этих теперь полсотни наименований посылочку собрать посидеть но зато тысячу а это не шутки еще со скидками это значит что тех знает что делать считать деньги умеет ну что на этом закончим закончим я с вами прощаюсь вот я упомянул ножи а куда девать стоять теперь только я не за разом с украины ножи упомянул так ленты вы проворонили больше нет и больше никогда не будет привычек лет вот потом что еще книги вот такие книги они раритетные учитывая тиражи я просто удивляюсь они должны были давно вот эти лежат сейчас 500 штук у меня вот этих вот они давно уже все должны были разнойтись я просто поражаюсь их не купила ни одна библиотека и не купит вот я подарил библиотеке несколько книг видели специальный был фильм телевидение снимало как я дарил три книги в библиотеке разные вот что еще семена урожай 202 2022 года он ничем не хуже чем будет урожай 2023 года по качеству косточек семечек но зато как минимум не хуже но зато гораздо дешевле я в следующий сезон наверное начну с 30 рублей как в прошлый сезон начинал 30 рублей потом 25 потом 20 закончил 15 и с сентября опять будет 30 я бы на вашем месте сейчас покупал мне надо дожить до осени вот вот как говорил этот самый брежнев в анекдоте вот а да если вы не поселит до 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 Продолжение следует...